Я приветствую подписчиков канала меднаука.нет Сегодняшнее видео будет посвящено такому непростому термину, как принятие Очень много комментариев на тему этого термина Что такое принятие, как вы лечите, что это означает И как можно принимать чувства, когда они неприятны, болезненны И приводят к тяжелым последствиям Я решил немножко пояснить по поводу данного термина Во-первых, под принятием чаще всего подразумевается столкновение с неприятными эмоциями Без попыток как-то уйти от них Прежде всего, это касается тревожных расстройств, панических состояний Как показали множество исследований, касающихся экспозиции А это фактически то же самое Столкновение с тревожными событиями, с тревожными ситуациями или явлениями Например, когда человек испытывает панические приступы в метро Или на открытых пространствах, так называемая агрофобия Когда у пациента развивается какое-либо фобическое расстройство Касаемое определенных явлений, животных, насекомых Например, девушка панически боится пауков И так далее, и так далее Любые тревожные расстройства Экспозиционная терапия работает очень хорошо Мы ставим человека в ситуации, когда он вынужден или она столкнуться со своей тревогой С обстоятельствами, которые вызывают эту тревогу И мы видим, что постепенно уровень тревоги сходит на нет К этим обстоятельствам привыкает И то, что казалось невыносимым ранее, уже не вызывает таких эмоций Исследования показывают, что включается механизм десенсибилизации То есть привыкание нервной системы к тревожным стимулам И таким образом, множество тревожных расстройств Можно скорректировать благодаря этому принципу принятия То есть признание того, что мне тревожно Но при этом я могу вынести эту эмоцию Столкнувшись с ней, я не убегая от нее А пребывая в ней, занимаясь своими делами, например Не стараясь избавить себя от тревоги И если бы этот принцип не работал Не было бы множества исследований, которые подтверждают его эффективность Однако очень часто в литературе Особенно по третьей волне когнитивно-поведенческой терапии В частности у Стивена Хайеса Основателя терапии принятия ответственности Мы видим более широкое видение данного термина Стивен Хайес в литературе считает, что принятие Можно и нужно распространить практически на все эмоциональные состояния человека Включая депрессивные состояния Расстройства, печаль, тоску и так далее, и так далее Все эмоции И под эмоциональной экспозицией в терапии Принятие ответственности подразумевается именно принятие всех чувств То есть какие бы чувства не были у пациента тяжелые Там учат именно их с ними сталкиваться Не пытаться от них уйти И в литературе по терапии принятия и ответственности Описано, что именно попытка избавиться от негативных эмоций Попытка сделать себе легче И очень часто и приводит пациентов к выраженным расстройствам А если мы видим, что люди не пытаются уйти от тяжелых чувств А максимально их проживают, пусть это тяжело Со временем симптоматика смягчается То есть это способствует смягчению симптоматики И в дальнейшем выздоровлению человека От тяжелых эмоциональных состояний Даже после серьезных потрясений И в терапии принятия ответственности Очень много внимания уделяется тому Чтобы мы не боролись с симптомами Как например во второй волне когнитивно-поведенческой терапии А наоборот их принимали И скорее занимались тем, что является для нас, для всех ценным Здесь я должен сказать свою точку зрения Не во всем я согласен со Стивеном Хайесом Не во всем я согласен с представителями терапии Принятия ответственности На мой взгляд Не все эмоциональные состояния легко принять Не все эмоциональные состояния Легко признать у себя И идти к тому, что важно То есть это очень хорошая идея Но не все люди Ввиду их личностных особенностей Ввиду определенных обстоятельств жизни Могут так легко это сделать Мне лично Ближе подход рационально-эмоционально-поведенческой терапии Когда у нас есть Адаптивные эмоции И не адаптивные Причем адаптивные эмоции Могут быть и негативные Даже очень негативные Например, в одной и той же ситуации Когда человек теряет близкого Он может чувствовать себя разбитым Это абсолютно нормально Но потом, через много месяцев Он может чувствовать депрессию Ненависть к себе и к миру Он может чувствовать печаль, например И тоску, но не настолько сильно снидающую его Не доводящую до депрессии Мы можем видеть, как человек Который потерял работу в одном случае Занимается самопечеванием И доводит себя до выраженной тоски А в другом случае Ему действительно печально Что он потерял Возможно, интересное и значимое место работы Но во втором случае В случае печали Этот человек будет пробовать Искать работу дальше И примеров можно привести множество И лично мне этот подход Кажется чуть-чуть более гибким В отношении эмоций Чем подход терапии Принятия ответственности Однако Принцип принятия То есть признания эмоций Очень хорошо работает С некоторыми эмоциональными расстройствами Такими, как Тревожные расстройства Генерализованное тревога Паническое расстройство И этого нельзя отрицать Однако Когда мы говорим Про определенные принципы Их нельзя Гиперболизировать на все И нужно понимать Что люди разные И всем помогают Разные методы психотерапии В зависимости от расстройства И в зависимости от того Какой это человек В целом Подытоживая тематику видео Хочу сказать Что принцип Принятия эмоций Может быть эффективен В том числе и для вас В особенности Если вы страдаете Тревожными состояниями В отдельных случаях Если вы практикуете Терапию принятия И ответственности Он может быть эффективен Если у вас Например Депрессивное состояние Или любое другое И вам этот метод подходит Но если вам С трудом Дается Принятие Признание Своих эмоций Проживание их Вы можете Попробовать И другие методы Когнитивно-поведенческой терапии И не только Я лично считаю Принцип принятия Очень полезным Для тревожных расстройств И для некоторых пациентов Но при этом У нас есть множество Других Принципов и методов Которые успешно Применяются В работе С разными Психическими расстройствами Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Сдавайте вопросы По возможности На них Буду отвечать Субтитры создавал DimaTorzok